Школьники в деревнях Губины и Новые смогут попасть в виртуальную реальность, научиться управлять дроном и печатать на 3D принтере. Это станет возможно благодаря открытию центров информационных и гуманитарных технологий в рамках национального проекта образования. Сейчас в школах идут ремонтные работы, чтобы уже в конце лета было установлено современное оборудование. Кабинет цифровых и гуманитарных технологий. Здесь будут расположены интерактивные доски для работы, здесь будут манекены, тренажеры для проведения, оказания первой помощи по ОБЖ. А еще 3D принтер, шлем виртуальной реальности и медиастудия. Центр будет выглядеть как современный каворкинг. Для этих целей выделено два кабинета. Центры «Точка роста» реализуются в рамках национального проекта образования и нацелен на то, чтобы на селе появились современные классы для детей. На эти цели уже выделены финансы для ремонта. Выделено 992 тысячи. Приобретение оборудования и мебели здесь уже задействовано три бюджета. Из федерального бюджета выделено по 1 миллиону 203 тысячи. Областной бюджет составляет 401 тысячу рублей. И наше софинансирование 40 тысяч. По замыслу здесь будут проходить не только уроки, но и внеурочные занятия. Как для школьников, новинок, так и близлежащих поселений. В том числе заниматься здесь смогут и воспитанники детских садов. До последней минуты не были уверены, что будем реализаторами такого интересного проекта. Пять педагогов будут работать в данном центре. В данный момент сейчас все находятся в отпуске, но до того, как они ушли в отпуск, они все прошли заочное обучение. И в ближайшее время их ждет очная сессия в кванториуме в городе Владимир, где они будут своими руками пробовать все, что будут изучать с нашими детьми. Центр «Точка роста» появится также в деревне Губино. Все ремонтные работы будут закончены к 1 августа. Наладка оборудования произойдет до 20 августа. В рамках подготовки к 1 сентября в новинской школе также будет отремонтирована кровля главной секции, а также торцевая стена.